Судом Пинского района и города Пинска на минувшей неделе рассматривались уголовные дела за незаконную добычу рыбы в отношении жителей Пинского региона. Двое из них – жители деревни Лемешевич и третий – пинчанин. Рыбачили данные граждане в запрещенное время запрещенными способами. Первые – это жители деревни Лемешевича, два родных брата, по предварительному сговору, в три часа ночи поставили сети, что уже является запрещенным способом. Все это предусмотрено правилами ведения рыболовного хозяйства и утвержденным указом президента Республики Беларусь. Так, в три часа ночи были установлены сети, зачем по предварительному сговору, зайдя в заток реки Припять, были эти сети извлечены. Всего их было четыре. Рыбаков сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали с поличным. При пересчете рыбы было обнаружено 57 особей окуня речного, по одному виду густеры, платвы, судака и несколько карасей. Ущерб, нанесенный окружающей среде, квалифицирован как крупный и составил он порядка 200 базовых величин или почти 5000 рублей в денежном эквиваленте. Таким образом, последние приговором суда были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. То есть, ущерб они не возместили. В связи с этим, каждому было назначено по два года ограничения свободы без направления предварительного учреждения открытого типа и принудительные меры лечения от алкоголизма у каждого. 1,78 года рождения, 2,80 года рождения. Обвиняемый по второму уголовному делу житель Пинска, который рыбачил с использованием спиннинга и выловил шесть особей судака. Опять же, во время действия запрета на лов данного вида рыбы. Его ущерб сотрудниками Государственной инспекции по охране животного мира и растительного мира был оценен в 108 базовых величин, что является около 2,5 тысяч белорусских рублей. Ущерб был возмещен и по приговору суда последний также был признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 базовых величин. В первом и втором случаях орудия лова рыбы были конфискованы, а у рыбаков наверняка теперь отпадет желание заниматься незаконным промыслом.